А вот сейчас импровизировать можешь? То есть что-то сейчас прям придумать? Симпровизировать. Вспомнить свою первую любовь и что-то про нее, хотя бы четверостища какое-то написать сможем? Только не по старой памяти. Ладно. А на свежую голову. Сейчас. У меня почерк ужасный. Как зовут ее, красавица твоя? Ее зовут Валерия. Мне посчастливилось стать одним из первых слушателей. Самородок открыл в себе задатки поэта всего два года назад. И так посвящается Валерии. Я тебя никогда не забуду. Ты меня не вспомнишь и впредь встречи с тобой я ждать буду. Пускай придет 20 или 30 лет. Первая любовь, радость встреч, боль, разлуки, подростковая проза. В ней есть все. И даже место депрессии. Поэту Данилу нужна маленькая трагедия. Иначе строки, говорит, просто не ложатся. На поэзию Данила вдохновляют внутренние эмоции, чувства, переживания. Почти не вижу света. Жить хочу. А жизни нету. Только дом, работа. Дом. Пока забыл я все. Забыл все чувства и слова. Забыл, как жил. И жил ли я. Забыл, каким был белый свет. Между строк можно прочесть переживания всех юношей этого возраста. Стихи Данил пишет лишь, когда грусть тоска его съедает. В приподнятом настроении за перо не берется. Находит другое занятие. Как бы оптимистичное. Оптимистичное у меня. Когда я в хорошем настроении, я не хочу писать стихи. Я гуляю с друзьями. Есенин Пушкин Лермонтов. Данил сопоставляет себя и свое творчество с легендарными поэтами. Стихотворение «Признание» одно из первых. Возможно, я труслив, а может, глуп. Но все же жить так больше не могу. «Признание» лучше это напишу. Но если ты откажешься от чувств, то будь что будет, я познаю грусть. Все. Как раз бы мне кто-то написал такое. Над интонацией и подачей Данил сам понимает, еще придется хорошенько поработать. Ведь впереди большое будущее, хотя молодой человек уже выступал для широкой публики. Работы оценили известные поэты города. Мечты дарую вам тем самым. Героем быть или стать злодеем. Вы все должны решить все сами. И лишь герой. Герой из книг. С героем еще пока не изданных книг познакомились Юлиана Сотник и Михаил Суханов. Специально для новостей.